По традиции перед началом игры болельщиков порадовали выступлениями творческие коллективы курорта. От имени главы Анапы Сергея Сергеева участников поздравил его заместитель Сергей Козлов. Обе команды в прекрасной спортивной форме и твердо намерены победить в предстоящей игре. Настрой боевой. Начало сезона всегда обещает нам, строим определенные планы, обещают успехи. Но посмотрим, как оно сложится. Но хотим, естественно, как и все команды в нашей группе, удачно выступить, порадовать зрителей футболом, порадовать себя нашей игрой. В первом тайме крымчане были быстрее и маневренней. Однако на 17-й минуте с пенальти счет открыл игрок анапской команды Евгений Муравский. Второй тайм прошел с явным преимуществом хозяев поля. Автором второго гула стал Георгий Мавропола. Он на 80-й минуте матча укрепил позицию анапчан. Несмотря на то, что команда играет в абсолютно новом составе, наши игроки показали достойный футбол. По созданию этой команды мы прилагаем большое усилие. Администрация старается, чтобы команду эту финансово, она первоначально поддерживает. Потому что выезд на соревнования, это все за счет бюджета города. Поэтому задач много, конечно, много трудностей. Но несмотря ни на что, мы принимаем такие усилия, чтобы эту команду в дальнейшем укрепить. И она имела на постоянный основной состав, который будет в дальнейшем показывать хороший футбол. И на последних минутах игры еще одним голом закрепил победу Анапы Евгений Муравский. Несмотря на активность игроков в сопке героев, размочить счет гостям так и не удалось. Итогом игры стал счет 3-0 в пользу анапчан. Но главный тренер анапской сборной считает, что наши футболисты могли сыграть еще лучше. Во втором тайме, наверное, мы оказались чуть-чуть свежей и переломили игру за счет. И много разбазарили моментов своих. Было много у нас моментов, которые мы не забили. Хотел бы всех ребят поблагодарить. Все-таки первая игра такая тяжелая. Хоть и выиграли 3-0, но играли не очень легко. Ну, Георгий Мусселян вышел великолепно. И обострил, и создал гол. Его бы выделил. Следующую игру Анапа проведет в Геленджике. 7 мая ей предстоит встреча с местной командой «Спартак». А 14 мая на домашнем стадионе анапчане сыграют с командой «Южная звезда» из Краснодара.